Карантин карантином, а занятия по расписанию. В Одесской Юракадемии Международном гуманитарном университете учебный процесс продолжается с помощью занятий онлайн. Студенты с помощью платформы Zoom виртуально по расписанию встречаются с педагогами и проводят лекции и семинары. Педагоги отмечают, посещаемость виртуальных занятий даже увеличилась по сравнению с аудиторными. А в случае, если студент по каким-либо причинам пропустит онлайн занятия, предусмотрено явочное время, когда можно сдать любое задание точно так же в дистанционном режиме. Кроме того, в Google формах созданы электронные журналы, где студентам выставляют оценки, а доступ к таким журналам есть только у преподавателей и сотрудников деканата. Сразу же на следующий день после объявления карантина президент университета Сергей Васильевич Кивалов собрал руководство университета и поставил четкую задачу организовать дистанционное обучение. В соответствии с этим расписанием, начиная с 8.30 до 14.40, каждый день проходят все абсолютно пары в дистанционном режиме. Доброго дня. Доброго дня. Я вже слідкую з самого початку, як ви проводите своє заняття. Молодці, бачу викладач, гарно працює. Студенти долучилися, молодці. І за рахунок цього в нас відмінно проходять заняття. Я можу опитати всіх, виставити оцінки. Відповідно, це, в принципі, позитивний варіант проведення занять, особливо враховуючи карантин. Ми вблилися в це вже пару днів, займаємося. І так, подобається. Звісно, в аудиторіях набагато краще. Але так, також добре. Напомню, для кожного факультету университета педагоги кафедры иностранних языков создали гугл-класси, в которых організовали видеокурси изучения юридического англійського языка. Також разработана авторская видеопрограмма «Легал-энглиш» для онлайн-изучения англійського языка. Этот курс является уникальным для украинских вузов. В то же время для Международного гуманитарного университета форма онлайн-занятий тоже не новая. Семь лет назад здесь появился центр дистанционного обучения. Уже тогда преподаватели читали лекции для иностранных студентов, у которых не було возможности приехати в Україну. Я хочу сказать, что ежедневно по расписанию, которое составлено учебным отделом, студентам читают лекции. Для всех студентов Международного гуманитарного университета все преподаватели сегодня оснащены технически, оснащены информативно для того, чтобы в спокойном режиме читать студентам лекции. И хотелось бы отметить, что студентам эта форма очень понравилась. Знаете, это очень интересно, когда преподаватель онлайн выходит и читает лекцию в онлайн-режиме, студенты задают вопросы, потом по имейлу им отправляются задания, тесты и неспокойно готовятся к учебному процессу. С понедельника по пятницу студенты получают ссылку и могут перейти и продолжить свое обучение дистанционно. Они получают домашние задания, они выполняют это самостоятельно, но и при этом работают с преподавателем. Занимаются онлайн и студенты Одесского медицинского института МГУ, ведь совсем скоро им предстоит сдавать тестовый экзамен КРОК. Для подготовки к тестовым экзаменам КРОК 1 и КРОК 2, которые являются обязательной частью медицинского обучения, мы используем модул программы, которая позволяет в мобильном телефоне проводить тестирование студентов. Этой же программой мы проводим тестирование знаний дистанционно каждого студента по закрепленному материалу, по рубежным контролям и зачетам. В университетах проводить дистанционные занятия будут до официального окончания карантина. После его завершения это позволит студентам успешно сдать сессию, отличникам получить свои заслуженные автоматы. Продолжение следует...